Всем привет! Я приехала в самый красивый регион Таиланда. Здесь можно отдохнуть в атмосфере настоящих тропиков. Это провинция Краби. В этом видео я покажу отель, в котором остановилась, места, которые стоит посмотреть, и дам полезные советы. Краби – это живописный регион на юге Таиланда, расположенный рядом с Пхукетом. Тут есть собственный аэропорт и несколько популярных курортов. Один из самых развитых называется Аонанг. Его я и выбрала. Краби отличаются очень красивой природой. Тут повсюду скалы, тропическая зелень и живописные пляжи. В Аонанге гораздо меньше туристов, чем на Пхукете, особенно россиян. А жаль, ведь сюда не так уж и трудно добраться. Этот район в Краби хорошо развит. Ночная жизнь и соответствующие развлечения тут есть. Но едут сюда обычно не за этим, а за красивой природой. В Аонанге хороший выбор отелей. Я остановилась в Holiday Inn Resort Краби Аонанг Бич. Он находится в пяти минутах ходьбы от моря. Это современный отель с хорошими отзывами туристов. Отель занимает компактную и продуманную территорию. Тут есть бассейн с шезлонгами вокруг. Прямо отсюда можно любоваться скалами. Для детей работает отдельный бассейн. В отеле есть бар и ресторан. Гости могут бесплатно пользоваться тренажерным залом и посещать групповые занятия спортом. В отеле есть спа-центр, детская площадка и крытый детский клуб с большим числом игрушек и занятиями по расписанию. Территория отеля Holiday Inn Resort Краби очень зеленая. Здесь чувствуется настоящая тропическая атмосфера. Каждую неделю на моем канале выходит новое видео. Я снимаю их для того, чтобы помочь вам спланировать идеальный отпуск. Если вы поддержите мой труд лайком, я буду вам очень благодарна. А если вы впервые на моем канале, то загляните в раздел видеозаписей. Там вы найдете множество полезных роликов об отдыхе в Таиланде, Эмиратах, Турции, Египте и других странах. Подписывайтесь, я уверена, что вы не пожалеете! У меня номер категории стандарт Garden View. Сейчас май, и номера такой категории стоят около 80 долларов за ночь на двоих с завтраками. Давайте его посмотрим. Этот номер современный, и здесь повсюду приятное дерево. Мне такое нравится. Тут находится зеркало в полный рост, шкаф, места для хранения вещей достаточно. Есть отделение с вешалками, с полками. В шкафу находится бесплатный сейф, халатики, тапочки, зонтики, гладильная доска и утюг. В ванной комнате хорошая сантехника, просторная душевая кабина. Вот тут есть окошечко, оно закрывается шторой. Косметический набор здесь приятный. Есть кондиционер для волос, лосьон для тела, шампунь, мыло, гель для душа, а также полезные мелочи. Зубные щетки, ватные диски и так далее. В ванной комнате есть фен, полотенца тут очень чистые. Здесь уголок мини-бара. Тут есть небольшой холодильник, чайник, кружки. Из бесплатных напитков есть вода, чай и кофе. Их пополняют ежедневно. В номере есть кондиционер. На всей территории отеля работает бесплатный Wi-Fi. Тут вот такая зона отдыха с креслами, есть тумбочка и очень большая кровать. Постельное белье тут просто белоснежное и есть подушки разной жесткости. Напротив кровати висит большой современный телевизор. Здесь находится выход на балкон. Он просторный, с сушилкой для белья, зоной отдыха и видом на окрестности. Где поесть в Аананге? Сначала я покажу вам завтраки в отеле Holiday Inn Resort Krabi. Они оказались очень достойными. Яйца в разных видах есть и на шведском столе, и под заказ. Сосиски, бекон – блюда тайской, индийской, европейской, китайской кухни. Тут можно позавтракать очень сытно. Всю еду на шведском столе пополняют своевременно. Из закусок есть сыр, колбаса, копченая рыба, фасоль и свежие овощи. Для любителей сладких завтраков имеется йогурт, хлопья и мюсли, орехи и сухофрукты – хороший выбор фруктов. Для детей организован отдельный уголок с низкой линией раздачи. На шведском столе есть выпечка, сладкие пасты и джемы, а также теплые вафли и блинчики. На завтраке хороший выбор напитков – фруктовые соки, соевое и классическое молоко, чай и кофе в кофемашинах. Я довольна питанием в отеле Holiday Inn. Места для обедов и ужинов в Аананге найти нетрудно. Достаточно выйти из отеля и пойти в любую сторону. Чем ближе к морю, тем выше цены, чем дальше, тем ниже. Тут можно найти заведения разных кухонь мира. В Аананге полно мест с очень дешевой тайской едой, а также сетевые рестораны вроде Макдональдса и Бургер Кинга. Я люблю тайскую сеть Coffee Club. Тут хороший кофе и вкусные горячие блюда. В описании под видео оставлю вам его название, а также всю остальную информацию, которую трудно воспринимается на слух. Напротив моего отеля есть не только популярный магазин 7-11, но и большой супермаркет, в котором можно купить фрукты и другие тайские вкусности. Ужинала я в ресторане Rahan Thai при отеле Holiday Inn Resort. Его можно посещать и тем, кто живет в других местах. Это популярное место в Аананге, где по вечерам есть живая музыка. На мой взгляд, здесь хорошо готовят. Я заказывала блюда тайской кухни. Краби – это тот самый райский Таиланд, который вы видите на фотографиях в интернете. Именно тут находятся те самые острова в виде скал, которые торчат прямо из воды. Здесь высокие горы, тропические леса, постоянно поют птицы, очень расслабленная курортная атмосфера. Тут есть даже такие места, где вы можете увидеть обезьян, варанов и других тропических обитателей. Но в то же время курорт очень хорошо развит. Я остановилась в районе Аонанг. Пожалуй, это самый развитый район в Краби, который очень любят туристы. Я остановилась в отеле Holiday Inn Resort. И когда я выхожу на улицу, то сразу попадаю в очень туристическое место. Тут полно сувенирных лавок, супермаркетов, кафешек, ресторанов. В пешей доступности от моего отеля несколько рынков, на которых можно купить тайский фастфуд и фрукты. Также тут полно массажных салонов, экскурсионных бюро и так далее. Все, что нужно туристу. Здесь есть популярный магазин Watson's, в котором продают косметику. Также Макдональдс, Старбакс и другие сетевые заведения. Несмотря на то, что инфраструктура города здесь очень хорошо развита, все равно ощущается та самая тропическая атмосфера. Стоит поднять голову, и ты увидишь горы, прислушаться, и ты услышишь птиц. Это очень здорово. А еще отмечу, что в Аонанге хорошие тротуары. Это в Таиланде большая редкость. Здесь очень приятно просто гулять. Минус Аонанга в том, что центральный пляж здесь не очень подходит для купания. Сам пляж красивый. Он подходит для прогулок и фотосессий. Здесь есть качели. На горизонте видно острова в виде скал. С одной стороны высоченная гора. Повсюду тайские лодочки. Здесь можно сделать очень хорошие фотографии. Некоторые туристы все же купаются на центральном пляже Аонанга. Но большинство все же ездит на соседние острова. Причем острова здесь очень красивые. Настолько, что на них даже возят туристов с экскурсиями из других регионов Таиланда. Здесь чистейшая вода, чудесная тропическая атмосфера. А ехать до них всего лишь 10-15 минут на лодочке. И сейчас я покажу вам одно из самых красивых мест в Краби. Туда мне понравилось ездить больше всего. Полуостров Рейли расположен на побережье Андаманского моря, неподалеку от Аонанга в провинции Краби. Добраться до его пляжей можно только на лодках. От материка он отрезан высокими скалами. Отправляйтесь на центральный пляж Аонанг, чтобы купить билет на длиннохвостую тайскую лодку. Выгодно взять сразу две стороны, это будет стоить 200 бат. Лодки ходят часто. Как только набирается нужное число туристов, она отправляется в путь. От Аонанга до Рейли вы доплывете всего за 15 минут и сразу попадете в совершенно другой мир. Даже дорога по воде кажется фантастической. Скалы, торчащие прямо из воды, просто завораживают. На Рейли три пляжа. Первый, куда причаливают лодки, называется Рейли Вест. По нему стоит прогуляться, чтобы найти красивые места для фотографий и искупаться. Здесь можно арендовать каяк, чтобы прокатиться к скалам и полюбоваться гротами. Примерно в центре пляжа Рейли Вест находится пешеходная улица, на которой расположены сувенирные лавки и кафешки. На этом же пляже можно поесть с видом на море. На полуострове Рейли можно остановиться на несколько дней. Тут есть отели и минимальная туристическая инфраструктура. Я пробовала оба варианта. Мне оказалось комфортнее жить в Аонанге и плавать на Рейли в свободные дни. Второй пляж полуострова Рейли Вест. Здесь всегда стоят лодки, а берег порос мангровыми деревьями. Пляж непригоден для купания, но живописный. Отсюда начинается красивая тропинка вдоль пещер, которая ведет к лучшему пляжу на Рейли. Тут можно встретить обезьян, варанов и другую тропическую живность. Это третий пляж Рейли – Прананг. Он окружен скалами. Здесь находится знаменитая пещера Прананг Кейв – пещера принцессы Прананг. Согласно легенде, тут потерпела кораблекрушение индийская принцесса – богиня плодородия. Поэтому сюда приходят просить о пополнении в семье. Прананг – это лучший пляж провинции Краби. Более того, он считается одним из лучших в Таиланде и регулярно попадает в международные списки красивейших мест на планете. Все туристы влюбляются в этот пляж со светлым песком и чистой водой, которая кажется слегка зеленоватой из-за бесконечного числа деревьев вокруг. Рейли – это настоящие тропики, где можно наслаждаться райским Таиландом. Бирюзовая вода, высокие скалы и десятки островов на горизонте. Тут очень красиво! В Краби меньше туристов, чем на популярных курортах Таиланда, вроде Пхукета и Паттайи. Многие думают, что сюда трудно добраться, но на самом деле это очень просто. Например, сюда очень легко добраться с Пхукета. Есть три варианта – самолет, паром и автобус. Автобус – это самый долгий вариант, но он занимает всего лишь три часа. Поэтому, если вы летите в отпуск в Таиланд, то я советую вам выделить несколько дней на поездку в Краби, посмотреть эти прекрасные места, съездить на острова, полюбоваться природой и ощутить ту самую тропическую атмосферу. Когда я приехала в Краби с Пхукета, я отметила, насколько по-разному ощущаются эти курорты. На Пхукете более городская атмосфера, а в Краби она такая курортная и расслабленная. Мне здесь очень понравилось. В описании под видео я оставила для вас много полезной информации. Название своего отеля и мест, в которых я бывала – обязательно туда загляните. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков из Таиланда и не только.